...длинное, заботятся сегодня люди о памяти. Во многих летах ради мудрости нет, и не один старт обладает мудростью, Соломон говорит. А в молодых летах Господь посхищает человека, и он находится перед престолом Всевышнего, при мудрости Соломона. Какая была крепкая советская власть, более жестокой, кажется, не было, и она кончилась. Римская власть тысячу лет простояла, тоже кончилась. Впрочем, близок к тему, конечно, и болезни, которые тонят человека, и радости. И все это нужно заканчивать благоразумным рассуждением, как Петр говорит. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Чтобы не огорчаться то, что кончается хорошее, и не огорчаться тем, что плохое затянулось, бодрствуйте в молитвах. Молитва все скрашивает. Напоминаю, что молитва трехступенчатая. Первая, простительная часть, дай, спаси, помилуй. Вторая, благодарственная. И третья, высшая, хвалебная, словословие. Что бы ни было, повторяй, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Плохо, невыносимо, трудно. На день меньше, к вечеру и закончилось. Если назначено страдать сто лет, осталось девяносто девять лет, ну и один год без одного дня. Блин, да к всему конец. Мудрость Соломона, хотя она в таком виде и нет, ее в Писании, но она означает, и это кончится. Все кончается. И это должно нас утешать и побуждать, что будет где-то вечная, постоянная, нескончаемая радость. Книга Иеремия Плач 4.18 Приблизился конец наш. Он исследовал свой путь, почему Израиль был разбит, почему пошел в плен, почему случилась эта революция, переворот, и нашел, что виноваты в первую очередь священники и пророки, что они учили народ. Приблизился конец наш. Вот в том состоянии, в котором сегодня живет Россия, не Советский Союз, его уже нет, Россия, можно подумать, что она доживает последние дни. Всюду и везде неразрешимые вопросы. Молодежь крайне развращена. Насилие над детьми двух-трехлетним, этого никто никогда не слышал. Отзверелось полное, как будто бы демоны зла вырвались на свободу из предподней. Сопровождает отец двоих детей и теряет и отца, и детей, и неизвестно кто. Речь идет о десятках, если не сотнях, тысячах. Около миллиона беспризорных детей в стране. Сельское хозяйство заброшено и запущено, миллионы гектар пустых. До востока пустые земли. И десятки миллионов уже китайцев живут на этой земле. И отдают им, считай, на вечное пользование. Но это кончится, и время Китая и мусульманство кончатся. Мы знаем, что после всех победителей победит Христос. А как? Бодрости в молитвах. Как только увидишь все плохое, встань на молитве и скажи, Господи, ты для того это допускаешь, эти неурядицы, чтобы мы не привязывались к временному, а надеялись, что есть вечное царство Христа и Бога. Евреям 6.8 говорит, что А земля, производящая терния, близка проклятию, которого конец сожжения. Я говорю о слове конец. Какой бы ни был твердый режим, и более твердого, жестокого, хуже, чем фашизм, коммунизм был. И он кончился. Еще осколки идут, еще они у власти. Неправильно делать. Но того уже нет. Вот за эти слова, что я говорю, тогда бы уже я из этого помещения не вышел. Земля эта близка к проклятию, если не приносит свода. А что за земля? Сердце каждого человека. Какой бы ты ни был сильный, если для Бога сердце не отдаешь, внезапный инфаркт, внезапная авария, третья ездра, 11.14. Когда же оно царствовало, приблизился конец к его. И 12.21. Речь идет об особых перьях на крыльях орла. Орлом обозначается царство мира, и восходят какие-то перья, голову пожирающие друг друга. У Бога все разнаяжено. И не надо было воевать против власти. Пришло время, она сама сдохла. Перо это отпадает. Вот летит птица, иду, перо выпало, падает на землю. Все. И ездре это было показано. Как вот перо у птицы выпадает, закончилась власть, приходит другой правитель, которого никто не ждал. Примудрость Коломона, 14.14. Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близок сужден им конец. Он говорит об идолах. А идолом является все, чему человек поклоняется, перед чем склоняет голову, более принимает, чем Бога. По тщеславию. По тщеславию что-то люди строят, делают, завещают, и близок всему этому конец. И мавзолеи не будут на Красной площади. Я это говорил лет уже 40 назад. Уже вплотную подошли к этому. Дал бы Бог дожить и увидеть, что отвернение Красной площади закончится величайшим преступникам. И этому близок конец. Потому что они вошли в мир по тщеславию. Марка, 13.34. И после скорби той солнца померкнет, луна на недосвета и насыпет конец. А что вообще-то конец означает? Конец этого видимого мира, пришествия Христа на землю. И когда мы молимся, да приедет царствие свое, вы понимаете, что это означает? Это означает все события, которые перед Христом должны быть выдавлены. Господи! Да пусть поскорее Ипихрист придет. Да поскорее этот безлам в стране закончится. И весть скорее! Жизнь такая не нужна, люди не ищут Бога. Ад наполняется, и переисполнен. Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Не обращайтесь временно. Слово благоразумие очень популярное у мудрецов. Благо в разуме, цель добрая, а не та, чтобы умный на зло. И оно встречается в Библии 49 раз. И только в притчах Соломона 15 раз. Третью часть Соломон подхватил только в одну книгу притча. Почему? Бог дал ему премудрость. Он постоянно учил людей, будьте мудры, просите мудрости. Ну просите мудрости. Утром встал, и сразу просил Господи, а вот это делать я не знаю как правильно, дай мне мудрости. И надо с тобой бороться. Не просто так. Многие бегут на листалище. Я знаю, некоторые привыкли спать днем, и особенно после обеда. Называется сонная холера. Ян Каменский говорит, вы не научитесь вот так просто бороться. Ты будешь искать тысячи и сто миллионов причин, чтобы продолжать спать днем, наращивать лишнее сало на животе. А ты скажи, хочется спать, встану на молитву. Как сон подошел, сто поклонщиков. Как подошел сон, еще сто поклонов. И он отойдет. Круши сатану под ноги. 16-20 криминам говорит, и вскоре сокруши сатану под ноги ваши. Его надо только молитвой сокрушать, а не так. Немного полежишь, сложа руки, немного поспишь, и как прохожий придет нужда твоя, как вооруженный воин бордет к тебе в дом. А главное, бордет тело твое. Излишний вес, укороченная жизнь. А начни бороться и покажи. Мне Бог помогает. Конец дневным снам, объявляю. Конец поздним уставанием. Рано надо вставать и на молитву. Поздно лег, рано встал, потом я еще немножко могу подхватить. Но встреча с Господом должна быть в одно время, как выход в эфир. При полной тишине. Говорят, ребенок еще не понимает. Значит, на другом уровне это приходит. Мы помним еще, мать даже не понимала нас, она знала там что-то. Считала молитвы на память, а мы слышали. Вот это все, видимо, и приводило. Молитвы бабушки. Блаженные эти бабки и детки, которые знают молитвы. Которые рано вставали и молились. А если этого не было, то эти бабки и детки являются самым главным препятствием, что дедушки не приходят к Господу. Они их просто к тебе привязывают, на огромной куполине держат, и они без них жить, без бабок, без детей не могут. Серахов, 19, 28. Иной молчит, и бывает благоразумным. Я говорю, где благоразумие сказать надо? Учиться молчать. Иной молчит, потому что нечего ответить. А иной молчит, время знает. То, что ты не скажешь, говорит, один раз пожалеешь, а скажешь, сто раз пожалеешь. И всегда думаешь, я не скажу, а что будет? Вот сейчас нужно вмешаться. А если бы меня здесь не было, обошлись без меня, обошлись. Оботвей руки, рот и иди дальше. Все будет при тебе. Серахов, 21, 23. Глупый, в смерти, возвышает голос свой, а муж благоразумный, едва тихо улыбнется. Как жрецы ржут. Христианину не положено так смерти. Зато он говорит, широко раскрываешь рот, смеешься. Ты не думаешь, что сатана стощит в рот? Ну что, сатана, комар какой-то? Ты не рассуждай. До тебя люди были. И сатана ходит в человеке не тогда, когда он молится и плачет. В это время он не может прикоснуться, как разожженный котел, когда варенье варит, ни одно ухо на него не сядет. Он разожженный. До красна. Серахов, 21, 27. Невежество человека подслушивать у дверей, благоразумно же огорчиться таким бесстыкцом. Никогда не подсматривайте, никогда не подслушивайте. И будешь благоразумным. Не надо ничего больше искать. Если ты в школе учитель этому не научил детей, он крутится, чтобы подслушать, пересказать. Беда огромная. Родители идут на поводу у детей. Я ужаснулся. Говорят против учителей. Мало того, при детях недобро отзываются об учителях. Авторитета нет, ничего не будет. Недобро отзываются об священники. У вас ничего не будет. Дети будут потеряны. Это на 100% полнейшая гарантия. Ты восстанови авторитет. Даже прикрой ризой своей любви. Ты увидел что-то недостаток в учителе. Учитель. Это главное, что сегодня для ребенка. Тем более верующий учитель. Переломите обстановку. Никогда и нигде ничего не решайте на глазах ребенка с учителем. Серахов 22.31 Кто даст печать благоразумие на уста мои, чтобы мне не пасть через них? Мудрец. Ну кто бы дал печать? Господи, положи печать на уста мои, чтобы я лично не говорил, не болтал. За каждое слово в судный день придется отвечать. Подумай об этом. Одно слово не так. И ты будешь сидеть. Я брал свидетельство на магнитопон, ей 10 лет дали. Она ни за что. Потому что муж был репрессирован. Расстреляли, а ее взяли. И она разговаривает с одним. А ты, говорит, за что сидишь 25 лет? За язык. Он так и говорит. За язык что? А я возьми, да посмеялся, сказал, что Гитлер, посмотри, как прет. В Москве чай пить будет. Сразу арестовали. Арестовали 25 лет. А потом пересмотрели этот суд. Расстреляли. Сираков, 27-12. Среди неразумных не трать время, а проводи его постоянно среди благоразумных. А кто благоразумный? Вы расспросите своих детей, скажи, с кем бы тебе хотелось дружбу водить? А кто благоразумный? Как ты считаешь? А дальше задайте ребенку. А тебя считают благоразумным? А может быть через дорогу живет и говорят, не знаешь, ты с ним он хулиган? Ведь родители, женщины, спасаясь с учедородием, ее мухи Бог учитывает. При условии, если ребенка, она приведет на небо. А если нет, ты ответишь за все зло, которое делает ребенок. Приучайте детей разбирать себя между злом и добром. И более всего, чтобы боялись блуда. Более всего. Как Аполлос Великий говорит, нет страшнее греха. Если мне встречаются взрослые люди, к нам приближаются, и говоришь, он все забывает. Я спрашиваю, какая биография? Оказывается, без счета женщин знала, или что-то еще. Безумие. Мозги проедены. А что теперь делать? Он обратился. Ничего не делать, только плакать, чтобы Бог маленько залатал как-то. Каким бы ты мог быть, таким ты никогда не будешь уже. Но! На краю пропасти тебя Бог остановил. Возблагодари Бога. И этому придет конец. Будьте благоразумны. Сирахов 38.4. Господь создал из земли врачества, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Уметь пользоваться травами, что говорить. Вот где благоразумие. Знак врачебное искусство. Поддержать душу в теле. Неготовид 4.4. Плату отдай сразу. Будь благоразумен. Во всем поведении твоем. Умирает уже отец и наказывает. Отправляет его, наказывает. А не так, взял долг. И ходишь ему, говорит, дал руками, а ходишь ногами. Не можешь его обратно взять. Старайтесь обойтись бездолга. Можно обойтись. Перетерпим, переложимся. Как-нибудь. Нахватал долгов. Как бы, куда и собака блог. И не может рассчитать себе дело. Наказ ставит. Какой? И вовремя плату отдавай. Ты нанимал работников. Рассчитай себе к вечеру. Плату до вечера держи. Уже, чтобы к тебе человек не приходил в выходные дни. Это библейский закон. Совет 4.18. Я говорю о том, где быть благоразумными. У всякого благоразумного проси совета. И не пренебреги советом полезным. Сколько здесь загадок. Во-первых, ты не знаешь, какой благоразумный совет. Какой человек благоразумный. Я тебе скажу. Там, где молятся. Там, где слово Божие царство. И там благоразумный. Заких друзей ищите. А не так. Я сама. Ничего не получится. На каждом шагу будешь обманутый. И быстро придет конец. Притча Соломона 12.16. У глупого тотчас выкажется гнев его. А благоразумный крывает оскорбление. Не успеешь сказать за деле, что про меня говорите, что я крайний. Прям глотные слова. Да у верующих, а раз и могут такие слова быть. Даже заметил, что о тебе говорят и то. Господи, как хорошо. И фамилии-то в этот раз меня не назвали. Благодарю тебя, Господи. А у благоразумного у него скрывается. Не показывает. Здесь одно только слово уже разобрало. Услышал новость, бежит скорее сказать. А новость плохая. А ты, говорит, как стрела, вонземная в бедро. Пока ее не выделит, он не может стоять спокойно. На каждом шагу мы встречаемся с неблагоразумием и благоразумием. Притча Соломона 13.17. Всякий благоразумный действует сознанием. А глупый выставляет глупость свою сознанием. Значит, много надо знать. Хорошей специальности, при том не одну. Я все вспоминаю. Я один написал. У меня два высших образования. А дальше написал. Но делать я ничего не умею. Ну, такие гуманитарные науки. А другой ничего не может делать, как он в порчной у нашего брата Алексея, отец. У него класс-то может два образования. Он все может делать. Есть то есть специальности, которые не мог бы делать. Все. И за каждым делом к нему обращаются. Вот так надо. Чтобы день прожил и сразу поставил место. Сегодня я вас этому научился. Где-то заговорили мудрые, там прислушались. Говорят глупости. Отскочи, как от змея. Он тебя научит злому. Притча 14.15. Глупый верит всякому слову, а благоразумный же внимательный к путям своим. А мне сказали. Можешь проверять, а можешь забыть. Лучше не обратить внимания и помолиться. А он обо мне сказал неправду. Может переспросить. А глупый верит всякому слову. Глупый. Притча 15.5. Кто внимает обличением, тот благоразумен. Хочешь быть в числе благоразумным. Себя настроено это. Я внимаю обличением. Господи, дай мне сегодня кого-то, кто бы обличил меня. Подсказал. Самого себя-то не видно. А ближний, глаза ближнего, это зеркало наше. Он нас лучше видит. Он нам что-то подскажет. Притча 17.27. Разумный воздержан в словах своих. И благоразумный хладнокровен. Если мы его убери хоть в органы какие. Хладнокровный. А владеющий собой лучший завоевателя города. Я все поясняю слова апостола Петра. И он говорит. Будьте благоразумны. Конец очень близок. Мы с каждым днем спасению нашему ближе. Да ближе к смерти на день. Не к смерти. Встреча со Христом, вот как надо говорить. Это безбожья к смерти. А мы с каждым днем все ближе и ближе к желанной вечности. К славе Иисуса. Притча 19.15. Если ты накажешь кощунника, то и простое сделается благоразумным. Вот почему меня в лагере наказали. Я одного наказываю, а другой смотрит. Этого делать нельзя. Без наказания нет ничего нигде. Не воспитываются ни животные, ни люди. Начальство везде наказывает на дорогах. Почему ты соглашаешься с милиционером, который тебя на дороге останавливает? Выходишь, показываешь документы. Почему не сопротивляешься? Потому что за каждое слово тебе платить там придется. А почему, когда тебе говорят по слову Божию, ты такой высокий, себя мыслишь? Потому что дерзкий. Притча 22.3. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются. Вот проверь тебе, сколько раз ты попадал в беду только потому, что не прислушался к совету. Что бы ты ни делал, у нас в уставе написано, поехал куда. Да вовремя, не ночью, когда батюшка уже отдыхает. А приди и не просто так, батюшка, благослови. Батюшка говорит, я не советую тебе, но я все равно поехал. Да какое же благословение? Какую фишку ты получил? Благословение это означает и одобрение. Я не могу тебя благословить, но проклинать не буду. Ты приди и скажи, батюшка, вот у меня такое дело предстоит. Какие варианты? Какой самый высший ты избрать? Он будет отнесиваться. Отойди, помолись. Он скажет, да мне некогда. Стань на молитву. И опять приди. Он увидит смирение твое, скажет, давай помолимся вместе. Найди друга, советника. Бывает человек совершенно неграмотный. Но молится. Мне Бог даровал жизни таких друзей, почему-то съедания были старше меня. Маленькая грамотность совсем. Но столько же сам мудрости только в молитве Бог давал. Полностью, знаете, житья я и все, что я издавал, все просушивала. Блаженная память и сестра Антонина. Она сумела оставить трех детей и выйти из дома, когда ей грозила смерть. Это подвиг, который вообще трудно представить. Почему? Она доверилась Господу, иначе мне придется умереть. Матфея 7.24 Кто слушает и исполняет слова, тот уподобится мужу благоразумному, который дом свой строит на камне. В числе благоразумного, Петр говорит, ты можешь быть, если слышанное сегодня, исполнишь. Но заканчивается день. Ну выбери днем время. Ну возьми чистый лес бумаги. И скажи, давайте посмотрим, а кто нам кажется благоразумным? Ладно, здесь никого нет. Ясно, что ты уезжаешь, тут умных нет людей. Ну куда ты поехал там, кого ты нашел благоразумным? Кто с тобой будет день и ночь советоваться? С какой цели ты уезжаешь, с какой приезжаешь, двигаешься, приобретаешь, даешь, вкладываешь. Ну сам подумай, благоразумно или нет. В конце жизни-то, когда итог подводится, поздно уже решать. Это сегодня надо решать. 1 Петра 27. 1 Петра 27. Сегодня разводы у вас прекратились. А разводов под 80% подходит. Чтобы не было притягивания в молитвах. Это абсолютно во всем. Даже ты наказал ребенка, не отпускай его от тебя огорченного. Ставь на молитву, и ты увидишь, как внезапно он утишется. Давай поблагодари Бога. Перед наказанием тоже. Ты нарушил, он должен быть сознательно, как у нас в лагере. Целая система. И все подтверждают, да, ты виновен. Ты знал. Говорить не знал. Прощай, прощай, не знал. Ну теперь уже знаешь, я знаю, завтра он опять на это уже попадется. Он без разрешения зайдет к Кеве. А заходить нельзя одному без разрешения, потому что воровство. Все, думано-то, должно быть. Калостином, 4-5. Апостол Павел говорит, со внешними, с людьми неверующими, обходитесь благоразумным. Я к нему не расположен, но все равно поздоровайся и идешь. Не оскорбляй его. Ведь можно на самом простом слове нажить тебе в рогах. Он тебя обозвал. А как обозвал? Он крикнул тебе, эй, борода. Ну и что, какой же, скажите, в самом деле, он меня даже и не видит, а только бороды видит. А ты что? Ну ничего, я поздоровался. А он снова назвал бородой. Я-то сказал, благодарю без бороды. Все. Он сразу второй вопрос задает. И теперь же он беседует и спрашивает. Просил Бога мудрости из любой ситуации выходить с благодарением. А что ты, как дикообраз, бороду отпустил? Дикообраза Бог сделал. И меня таким сделал Бог. А почему ты без бороды? Ты нарушаешь волю Божию. Из одной бороды у меня сотни свидетельств было. Особенно женщины любят говорить неприятности из-за бороды. А когда расскажешь, она и забыла про эту бороду. Дальше расспрашивает. Тебе без бороды и тому же много уже неприятностей доставил? А был бы бородой, но этого бы не сделал. Колоси нам 4.3. Будьте постоянны в молитве. И бодрствуйте в ней с благодарением. Апостол Петр говорит так. Будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах. А он добавляет. И бодрствуйте с благодарением. А чтобы узнать, как правильно бодрствовать, ты не от меня только учись, а из Библии. А в Библии тебе придется прочитать 264 места. Аминь.